Дорогие братья и сестры, 25 числа августа, в воскресенье, в 3 часа дня, меня пригласили, я иеромонах Никодим, пригласили на дисциплинарную комиссию. Приехали представители из Московского Патриархата, 4 протеерея, они приехали от Святейшего Патриарха. Это было следствием моей вероучительной позиции. Позиция вероучительная состояла в том, что после Гаванской встречи 2016 года я не мог молчать, потому что, будучи офицером, который давал клятву защищать Родину, будучи христианином, который давал обещание хранить веру православную, будучи монахом, который стремился сохранить чистоту, будучи священником, который должен говорить правду, и будучи преподавателем высших богословских курсов Московской Духовной Академии, где я был проректором. То есть два послушания основных, это Московская Духовная Академия в качестве проректора и преподавателя, и второе послушание, это духовник и настоятель православной гимназии. Были и другие послушания, но они были мелкие. И, соответственно, большой круг общения, это порядка тысяч человек в Сергеевом Посаде, если так посчитать приблизительно, ну, больше, я говорю, кто, с кем я общался, телефонов очень много, они, узнав о том, что приезжая дисциплинарная комиссия, выразили мнение, что мы вас не отпустим, мы хотим знать правду. А в чем состоит правда? Наша правда состоит во Христе, в символе веры. Наша правда состоит в вероучении. Русь святая, храни веру православную. И в течение 10 лет я как раз об этом говорил в православной гимназии, что экуминизм это ересь. И с 2016 года, когда совершилась Гаванская встреча, об этом я открыто говорил. И постепенно начальство гимназии и академии потихонечку стали говорить, да не надо об этом говорить, надо об этом помолчать, да все пройдет, тебе больше всех надо, зачем ты себе собираешь, дай спокойно людям жить, проповеди говори кратко, Евангелие объяснять слишком глубоко не надо, Евангелие должно быть объяснено абстрактно, не привязано к жизни, то есть это одно и то же, что сказать, что отец Никодим, 8 лет ты зря учился в семинарии, в академии, ты зря преподаешь. И соответственно, этот вероучительный вопрос, он главный, он главный должен быть, святые отцы говорят. И получается, что выполняя добросовестно послушание, ни на одну службу я не опоздал, за 10 лет один раз только заболел в воскресный день, и за меня другой служил человек. За 10 лет не было нареканий, в миссионерской у нас был одер, школа мужества, школа милосердия, рукопашный бой был, у нас было 13 кружков православной гимназии. От гимназических прихожан тоже таких нареканий каких-то не было, то есть и вдруг потихонечку я перестаю быть настоятелем, мне объявляют, теперь ты не настоятель, теперь другой настоятель, потому что мы боимся за нашу гимназию. Потом, ну хорошо, я чего не хочу подставлять, так это грубо может говорю, но чтобы гимназия существовала и все хорошо было. Второе, зачем ты теперь уже не духовник, еще через несколько месяцев, а потом уже ты уже не преподаешь в одном классе, во втором, в третьем и так далее, то есть с четвертого по восьмой класс я уже перестал преподавать. То есть у меня убрали с настоятельства, с духовничества и соответственно с преподавания школьных предметов. То же самое обстановка была и в академии, там убрали прямо с курсов, прямо когда читала лекции убрали с курсов. То есть ответ на вопрос, где я несу послушание, я так и нес послушание, но мне не давали его выполнять. И ни одной бумаги, что меня исключают, никаких юридических оснований, что я там плохо веду, не так что-то детям говорю, не было. То есть чисто на словах. Но будучи монахом и слушаясь, ну директор гимназии, я и по совести не мог как бы, ну, обращаться к властям. Я ж не буду идти в суд, это будет не по-евангельски, защищать себя. Почему вы не исполняете... Вот я хочу ответить. Коротенько, давайте, я отвечу. Позвольте мне. Так нет. Коротенько, я просто держу в руках, это зачитать не буду. Потому что... Скажите, я хочу ответить вам на вопросы, я не буду. Сейчас, пока... Это письмо не буду, просто я говорю сейчас. Письмо передать, позвольте. А потом я все здесь скажу. Значит, вследствие того, что после гаванской встречи, которая признается встречей неординарной, произошел раскол в церкви. В кавычках раскол. То есть тех людей, которые считают, что гаванская встреча и экуменизм в политике, которые проводятся высшими кругами, это хорошо, а есть люди, которые не посчитали. И вот тех людей, которые не считают, что встреча это хорошее, и что экуменизм это хорошо, а я лично считаю, что экуменизм это ересь, это я говорил на проповедях своих. Сразу после гаванской встречи. Меня сняли за это, так как говорили, гимназию закроют, что ты набираешь беды, что из-за тебя детей гимназию закроют, из-за тебя будут страдать ухожане, из-за тебя будут страдать родители, 200 детей, 400 родителей, соответственно, ты что хочешь их, значит, чтобы закрыли нас? Я говорю, ну, вы поступайте как... Ну, я не могу, у меня совесть обличает. Мне 8 лет учили, что экуменизм это ересь. Ересь всех ересей. Но получается, все мое образование, все мое преподавание, я преподавал сравнительное богословие, основы православия, Ветхий Завет, все 4 раздела. Это все в интернете вывешено. Мессиологию, историю мировых религий. Ты 5 предметов преподавал 17 лет на высших богословских курсах, являлся проректором высших богословских курсов. То есть мы составляли учебные программы, подбивали кадры. Как я могу быть предателем? Я против экуменизма, я против гаванской встречи. И это я говорил, но директор говорил, что нас закроют, но меня убрали. А вы не могли не говорить. И поэтому вы... И потихонечку... Нет, я не уходил, меня ушли. То есть потихонечку меня сняли с настоятеля, с духовничества. По какой причине вас убрали из Академии? Как это произошло? Следующий, может быть, такой вопрос из этой комиссии. Именно причина, то, что я стоял в истине. Я стоял против экуменизма. На самом деле, за истину. Если вы против священноначаля... Я не против священноначаля. У нас... Я лично говорил с патриархом Кириллом, когда учился в отделе внешних церковных связей. Он еще в миссионерство мне в Африку хотел отправить. Но я сослался, что мама больная, вот она. И я не могу просто... Кто же за маму отправить? Ну, лучше бы отправили, но... Может быть, пользы больше было. Но вынужден был остаться. Когда члены комиссии задали вопрос, вы, значит, против священноначаля, раз вы против экуменизма, то я сказал, я не против священноначаля. Неужели я, как преподаватель, буду выступать против корневой системы дерева, ствола, листвы? Четкая должна быть иерархия в церкви. Я против искажений, которые приводят к тому, что листья желтеют, корень пропадает, дерево пропадает. Я за здоровую иерархию, которая не пронизана плесенью экуменизма. Поэтому я ни в коем случае не против. Я наоборот за священноначаля. Но то, которое стоит в истине, а не то, которое предает ее. Есть тенденция ереси. То есть это когда Франциск признается братом, иудеи братом, мусульмане братом, сомбезийский документ подписан. Мы пришли к батюшку своего защищать. Нет, мы пришли его проверить. Послушать. Мы хотим вас послушать. А вы считаете, восстановить вашу жизнь в гимназию? У нас совершенно другие цели. У нас сегодня не диспут. Все, что хотел сказать, понятно. Скажите, пожалуйста, вы можете восстановить гимназию? От вас мы не доставили, понимаешь, в гимназию. Вы можете? Вы знаете, а мы сюда приехали... А вы по другому вопросу приехали, да? То есть не для восстановления гимназии. Вам вы прочитали. Мы прочитали, зачем вы приехали. Вот и все. Поэтому можете ответить. Я принадлежу в русской православной церкви, никуда не собираюсь уходить. И тех, кого наставляю, или кто у меня просит совета, ни в коем случае, ни на какие юрисдикции не отправляю. Был вопрос и по поводу упоминания за богослужением патриарха. Но о чем я уже сказал, что я не могу упоминать того священноначальника, который активно проповедует ересь. О чем и выразил в своем рапорте. Этот рапорт я отдал комиссии дисциплинарной. Мы узнали, что священника отца Никодима вызывает дисциплинарная комиссия. Как ни безразлична в судьбе священника, который нам близок по духу, мы захотели узнать, в чем суть этой дисциплинарной комиссии. Пришев на эту комиссию, мы от священства узнали, что это внутри священнический разбор полетов, и что простые прихожане не должны там присутствовать. На что мы возмутились, а потому что дело церковь – это открытое соборное дело. И мы не можем оставляться равнодушными к делам церкви. Дальше мы присутствовали при вопросах, которые поставили перед отцом Никодимом священники из дисциплинарной комиссии. Мы не вмешивались в эти вопросы, мы внимательно слушали, выслушали до конца диспут священников. Только в тот момент мы уже вторглись и стали выяснять позицию священства, которые призваны на эту комиссию как дисциплинарная. Если они пекутся о дисциплинарных делах церкви, о, собственно, сути дисциплинарном, это значит, должно быть по канонам разбор деятельности и служения священника. Но мы должны сами испытать, насколько эти священники не отходят от этих канонов, от чистоты веры. И поэтому мы сами задали им ряд вопросов. Первый из вопросов был, считают ли они экуменизм ересью. И четверых двое нам сказали, что не считают. После этого они своим мнением не являются для нас авторитетом как члены церкви. Вот такая наша позиция. Дальше мы спросили у батюшек, могут ли находиться католики в храме на литургии верных. Батюшки сказали, что мы не знаем. Мы спросили, а почему католики для нас братья? Почему мусульмане для нас братья? Почему иудеи для нас братья? Батюшки нам ничего не говорят. Только говорим, не знаем. Но мы знаем, что по канонам церкви на литургии находятся только верные. на литургии верных. И нам не было ни одного ответа. Наши отцы, я даже сказала, что батюшка, почему вы лукавите? Я вас спрашиваю, честно, ответьте мне, честно, не лукавьте. Должны ли католики находиться на литургии верных? И все просто молчали. И отец Николай сказал, не знаю. Это наши отцы церкви, которые знают загматы. Как же мы, что экуменизм это не ересь, что католики должны находиться в храме, что они не знают. Как наши отцы церкви не знают? И как нам, вот как наша прихожанка сказала, а что нам делать? Как нам находиться в храме быть, если на литургии католики? Мы не хотим окатоличивания. И мы пришли не батюшку защищать, а мы пришли защищать свою веру. Мы не хотим ни окатоличивания нас, ни трансгуманизма, ни чтобы нас чипировали, ни чтобы биометрию нас брали. Мы хотим сохранить православную веру в чистоте. Что нам остается делать? Мы не можем ходить в те храмы, где проповедуется экуменизм, с католиками стоят на литургии верных. Мы пришли выразить свою позицию. И попросили, хотели попросить защиту батюшек и ответы все-таки на наши вопросы. Как они сами к этому относятся и помощи у них тоже попросить. Но они, к сожалению, нам не дали никакого ответа на наши вопросы. Они просто уклонились от всех наших вопросов и, к сожалению, очень быстро покинули, ничего не выяснив. Мы единственное сказали, что экумизм это не ересь. Но даже не отцы церкви, а даже мы простые миряне читаем догматы и сколько святых говорили, что экуменизм это ересь и ресей. И надо уходить от таких батюшек, от таких пастырей, от лжепастырей. хотели вообще выяснить позицию церкви и вообще все услышать. Но, к сожалению, из четырех священников, из пяти сколько было из комиссии, никто нам ничего не ответил. Как быть? Что делать? Нам? Что нам делать? Все нарушено, каноны нарушаются. Как нам быть под людям? Если наши отцы не защищают православную веру, значит, мы будем защищать. Мы хотим, чтобы наши дети и внуки были в чистоте православной веры. Мы хотим сохранить православную веру. Вот как вы понимаете, если я прихожу в лавру к батюшке Трифону, который очень пожилой, батюшка, очень давно находится монаш, сейчас в лавре, и говорит, что отец Романах Никодим его лучший ученик за 30 лет. Понимаете? А вы его выставляете на улицу. Как вообще все это понимать? Если дети, дети, родители хотят учиться у него, вы не допускаете, вы гоняете, ничего не объясняя. Как вообще? Что происходит? Просто дайте нам хоть какой-то ответ. И надо спрашивать не отца Никодима, почему он у нас, а у тех, кто не дает ему читать лекции, кто отстранил его. Кто отстранил? Да. По какому? Кто отстранил его от служб? Вот надо у кого спрашивать, а не отца Никодима. Мне кажется, надо, конечно, было пригласить директора гимназии, и ряд начальствующих. И, безусловно, когда вот такие люди, которые говорят, что этот, что вот отец батюшка говорит, что за 30 лет это лучший ученик, и как это, как понять? Его выгоняют. если батюшка стоит в истине, в чем он ошибается? Если батюшка говорит, что экуминизм это ересь, ну скажите, в чем он ошибается? Если он говорит, что он конкретно нарушил, что он нарушил, что он конкретно? В чем ваша православная вера? В чем? Чистота православной веры? В чем вы стоите? Что для вас является христианство, православие? Что является? Я просто вообще ничего не понятно. Что для вас является? Кто может ответить на эти вопросы? Только одни вопросы, вообще никакого ответа. Молчанием предается Господь. Молчанием предается Господь. Нельзя говорить, я не знаю, это лукавство. А мне хочется обратиться ко всему священству, которое вдруг увидит, услышит нас. Батьки, не трусьте. Идите за веру, ведите не в ад с хоругвиями, а к Господу. Да, сложно на кресте. Ну, а помнитесь.